Здравствуйте, друзья! Сегодня я хотел бы на камеру записать небольшой эксперимент по написанию картины с черно-белой фотографией, точнее с цветной фотографией, но я переведу устройство в черно-белый режим, найду какую-нибудь фотографию и, не зная ее цвета, написать по ней работу, то есть по черно-белой. Цвет самой фотографии я узнаю потом и сравню со своим результатом. Дело в том, почему такой эксперимент. Я часто замечал, что когда берешь свою фотографию или в интернете для вдохновения берешь фотографию, оттенки самой фотографии, цвета фотографии, очень сильно влияют на итоговый результат работы. Как ты не пытайся толкнуть все вот эти сине-зеленые оттенки, например, летнего пейзажа в более художественную сторону, все равно это диктует свое. И итог очень часто такой получается неживописный, раздробленный, ярковатый, в общем, малохудожественный. И часто бывает такая фотография, ну шикарная композиция, мотив, но цвета ужасные. Или на телефон сняты, или ты сам снимаешь что-то. В общем, вы, думаю, понимаете, о чем я говорю. Иногда вот я хожу, мотивы хорошие на телефон снимаю, но телефон абсолютно не берет ни оттенки. Берешь закат какой-нибудь, снимешь, так потом на компьютере это просто смех. Какие оттенки остаются с фотографией, то есть никуда не подходит. Так вот, смотрите, что я делаю. Вот у меня устройство iPad. Я его сразу... iPad легко переводится в черно-белый режим. В настройках это можно сделать нажатием, тремя нажатиями кнопки. Там я не буду объяснять, как это, но это есть. На других устройствах, я думаю, тоже можно перевести как-то в черно-белый режим устройства. Взять, вот смотрите, я не знаю, какую фотографию специально. То есть я не хочу ее видеть в цвете изначально. Набираю какой-нибудь деревенский пейзаж. Тема мне близкая, я ее люблю рисовать. Деревенский пейзаж и желательно фото. Деревенский пейзаж, фото. Заходим в картинки. Интернет у меня не очень что-то сегодня. Это эксперимент. Он может получиться на какой-то работе, может не получиться. Но, по крайней мере, если у нас интернет запустится, что-то будет. Что-то будет интересное. Так, вот у нас загрузились какие-то картинки. Сейчас смотрим чисто композицию. Что-то такое несложное. Вот улочка хорошая. Так, так, так. Что-то у нас такое. Главное, несложное, поменьше детали, чтобы не было... Не было, не было... Не затянуть видео. Так, вот хорошая картинка. Не знаю. Такая здесь воздушная перспектива. Крыша. Все несложно. Так, давайте я ее сохраняю в фото. Добавляю в фото. Сразу я ее... Так, вот... Правлю в черно-белый режим. Так, где тут у нас черно-белый? Насыщенность. Насыщенность опускаю до нуля. Так, готово. Сейчас перевожу устройство в обычное состояние, в цветное. Ну, фотография у меня в черно-белом. Все, она сейчас... А, да, я ее... Давайте ее отзеркалю попробую. Я ее люблю отзеркалить. Сейчас посмотрим. Иногда очень здорово влияет отзеркаливание на композицию. Вы знаете, мне так даже больше нравится, когда дом в правой стороне... Смысловое уходит вправо. Дорожку, возможно, я поправлю немножко, чтобы она более вправо. Так, пускай, да, вот в зеркальном виде будет изображение. Все, сейчас снимаю, ставлю... Ставлю... Айпад свой. Сейчас будем рисовать. Холстик маленький, 30 на 40. Обычный акриловый грунт. Сейчас набираю палитру и возвращаюсь к вам. Итак, начинаю. Старые краски от прошлых, от вчерашних каких-то моих занятий. От мастер-класса. Бенила. Немножко размягчил вайт-спиритом. И окрасил умброй. А, сиеной. Да, сиеной натуральной. Это будут такие теплые оттенки, как правило. Если деревенская что-то пишет, то лучше на теплых и грунтах. Сейчас грунт окрашу. И заколировал вот белила. Тоже немножко той же умброчкой. Можно охрой, можно, если солнце пишем, тогда можно этой индийской желтой будет поярче. Такой спокойный. Вот он кремовый. Немножко кремовые белила получились. Потом это чувствоваться не будет. Сюда и холодные оттенки хорошо принимает этот колер. И все хорошо будет. Так. Итак, свобода полная. Тут я не знаю, то ли утро, то ли день, то ли мы полны. Свобода у нас есть теперь. Сейчас уже нам нужно творчество. Творчество в чистом виде. У нас единственное, что помогает, вот эта композиция. То есть мы из головы трудновато вытягивать. Да, по авторству тут будет, вроде есть авторство. Я потом укажу под видео авторство фотографии. Но, надеюсь, ни один вменяемый человек не против будет, что его фотографию использовали для живописи с указанием. Если есть указание на сайте, я потом зайду. Все это будет указано. Авторство фотохудожника. Так, окрасили. Далее берем губку. Берем тоже сиену немножко. Холст 30 на 40. Маленький. Можно меньше для таких экспериментов. Можно даже не холсты использовать, а какой-нибудь картон грунтованный. Тоже вайт спирит, чтобы не тройнику. На тройнике будет жирновато. Скользко писать. Хотя, если у вас холст тянущий, такое бывает, то можно и на тройнике. Вот, напоминаю, это имприматура для начинающих. Она имеет иногда решающее значение. Особенно, когда ты не дописываешь какие-то участки. Она собирает, она вмешивается в краски. Немножко. Так, ну вот, смазали. Так, палитру показывать, не показывать. Давайте я покажу палитру, пока она на первом этапе работы. Рисунок. Чисто символически. Так, форматы почти совпадают. Дорожку я пущу чуть-чуть вот сюда, в центр, вот отсюда. Так, вот это дерево можно повыше сделать. Мне кажется, она красиво и обязательно асимметричное сразу. Так, и вот это банька или сарайчик какой-то там стоит. Так, и тут дерево. И тут разнотравье какое-то. Так, небо. Начинаем с неба. Небо в пейзаже, как правило, решающее, как бы не решающее, а такое. Очень важное, ключевое значение имеет. Так, берем кисточку. Кисти у меня грязные, как всегда, я их не мою, потому что их много. Я их просто так немножко отмачиваю и в масле замачиваю в масле, грубо говоря. Подсолнечное. Так. Небо, небо, небо. В общем, делаем нетривиально, не хочется делать что-то голубенькое. Делаю, пробую охра, та же сиена. И смотрю, вот прям делаю замес. И вот этот замес, я смотрю, может ли быть такое небо. Ну, не знаю, не знаю. Вот сейчас посмотрим. Почему бы нет? Так, 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 может, лимоночки сюда. А если вечер делать, то можно и оранжевые сюда оттенки. Так, кверху больше сиены. Так, да, вот сюда лучше собирающие. Мазок собирающие к центру, пускай смысловый центр. Вот здесь будет. Краска еще сиена не остыла. Она легко не выветрилась, легко принимает краску. Так, вот даже, может, что-то закатное сделать вот сюда. Так, вот сюда. Так, вот. Так, вот. Ну, вот. так ну вот пока оставлю вот такое что-то вот такое теплое небе вернусь еще нет ни один раз небо дальше дальник там он весь в воздушной перспективе я его попробую взять теми же красками что и небо потеплее немножко делаем даже специально не что-то непонятно но понятно что зеленое это все-таки будет зеленая но оттенок ну трава какая-нибудь зеленая но оттенок будет непонятно то есть можно можно и оттенка оттенки с оттенком можно играть можно его и таким сделать и таким так вот у меня по краскам без разницы какие краски здесь пока не принципиально это сиена английская кадмия оранжевая кадмия лимонная охра желтая травяная окись хрома бирюза изумрудка что это у меня термарин темная хинокридон розовый это по моему фиолетовая и черная какой жена так вот дальний дальник вот этот лес фотография выведу черно-белом варианте у вас будет в правом углу вот смотрите как как я я это решаю вот я сравниваю ну смотрите вот ближний лес вот этот вот он темнее чем дальний он немножко тени у него холодные то здесь вот я намешал какой-то грязноватый грязноватый замес с использованием ультрамарина но не темный поскольку важно показать воздушную перспективу оттенки сверх пастельные грубо говоря не яркие вот это дерево да можно его не замечать это как бы насквозь рисовать тем нам легче тогда его сделать будет воздушного здесь особенно касается верхушки вот в нем 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 то есть я о чем не не контрастно то есть вот вот пока вот так решить цвет цвет в дальние лужайки ну что-то теплое такое может быть такое может быть пускай не в жизни но в живописи запросто охра про охра не забываем так вот тут голубой посильнее уже сейчас просятся так дорожка цвет дорожки так ну дорожку мы знаем она серовато сера теплая серая как правило если сухая 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 земля то это оттенки теплой серой разные производные теплых серых оттенка то есть я взял черные в него тепло какого-нибудь и в этой же в этом в этих же замесах так еще теплее в этих же замесах я это мешаю ну чтобы не было чистоты ненужной чистоты цвета и здесь важно смотреть насквозь не насквозь я насквозь смотрю на общем цельное видение то есть как относится вот эта дорога цвет дороги ко всему не выпадает ли из колорита из колорит это но и общее состояние как музыки но то вот как бы они работают на общую цель из колорита и тонально чтоб не выпадала так били вам не приближаемся смотрите работаем на замесах на таких это у нас белила так вот как-то так пущу дорожку карплак нужен хинокридон слишком холодно так 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 цвет а да еще с дорожкой не закончил дорожку выгоднее первую набрать что цвет дороги чтобы потом зеленые не перебили более сильные зеленые краски не загрязнили вот эти оттенки да коррекция так да да так Вот эти вот звездочки сиены, то есть не закрасы, тоже слишком, если у вас окрашен холст. Вот эти недокрасы звездочки какие-то сиеновые, вот окрасы вот эту, если не закрасить, они принципиально не нужно там слишком закрашивать, они нам даже пригодятся как объединяющая какая-то, объединяющая история. Так, цвет травы, вот там дальник, что-то можно придумать, не хочется зеленое брать, вот в чистом виде зеленое, зеленое как зеленое, хочется что-нибудь придумать, поэкспериментировать, поскольку ничего не давит. Вот мазок прокладываем раз и смотрим, как он ко всему относится. Ну вот, пока вот так, пока да, пускай допустим, вот такой желтый какой-то, спокойный желтый. Так, вот фиолетовый какой-то. Фиолетовый хорошо лежит рядом с желтым, поэтому я чисто так экспериментально прокладываю и фиолетовые оттенки. Так, далее, вот в это место уже нужно что-то темное решать. Тут, конечно, без зеленого не обойдемся, берем, ну, беру травяную, краплак сюда, чтобы погасить зеленость вот эту. Так, и вот тут уже закладываем масштаб тональный, то есть вот это будет, то есть вот это достаточно темная краска, поскольку вблизи, все вот это, и дальше, все дальше тени будут светлее, 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 то есть тем самым мы и покажем по возможности перспективу воздушную. Воздушная перспектива — это когда тени и свет, они меняют свои тональности, меняют насыщенность при отдалении. Вот, мешаю, и пока мешаю раз, два, три, четыре, я смотрю вот этот оттенок, ну, объясняю свою логику. Может ли быть где-то вот здесь вот этот цвет? Ну, возможно. Пробую первое движение, касаюсь, проверочное, допускаю, да, может быть такое, разрабатываю, то есть наношу уже еще на какие-то места. То есть не набираем ошибки, берем всегда проверочный мазочек и потом дальше уже. Распространяем его. Так вот между собой, видите, перемешивается краска. Работа тут, она сырая пока что, я поэтому, кстати, и работаю мягкими кистями, хотя, по идее, нужна щетина для первого слоя. Вот, впаивается легко друг в друга краска. Мягко, мягко впаивается. Вот, так, не забываем про зеленую ФЦ или же изумрудку, это примерно одно и то же. Летом очень много, в летних пейзажах очень много производных изумрудных оттенков, но не в чистом виде, а с какими-то смесями. Так, синий, фиолетовый, черный, вот в это дерево, в теневое тоже нужно. Но, смотрите, сравниваем, чтобы не было, не спорило, чтобы было немножко светлее. Вот, цвет раз, смотрим, раз, подходит, не подходит, вроде да, подходит. Он, по крайней мере, смотрите, он должен подходить и он не должен разрушать. Разрушать, очень сильным звуком быть или там как-то, или вялым каким-то. Он должен идти на пользу, как дополнение. Не какой-то вот, часто бывает, ну как наполнитель, фарш, не фарш, а как это называется, гарнир. Ну, набиваешь, набиваешь унылые оттенки, как бы. Вот здесь это пока что есть такой момент, как бы они как-то вот такие вяленькие оттенки. Вот. Нужно как бы стараться, чтобы... Это, конечно, в том, чего нужно работать, не на скорости, но такой. Нужно раз, посмотрел, подумал, что добавить вот так вот. Чтобы все было, цепляло друг за другом, все вот эти... Каждый мазок здесь важен. Он потихонечку, потихонечку, как в копилочках, работает, должен работать на цельность, на результат, на все вот это. Так, розовый. Фиолетовый. Фиолетовый. Кисть, как видите, я практически не мою, даже не отжимаю ни то, что не мою. Вот эти оттенки, они тоже иногда полезны, чтобы они вмешались друг с другом, несмотря на то, что они все спокойные, не яркие, но еще более... В природе она так устроена, что там мы этого не замечаем, часто не замечаем, когда не анализируем, то, что в природе не так много ярких оттенков. Ну, по крайней мере, в нашей полосе не так много света, и все это есть в закате яркие, есть на какой-то освещенной траве, весенняя трава. А рядом с ним спокойных, множество-множество спокойных оттенков рядом лежит. Мы видим, как дети, ну, вот эта психология немножко так подводит, видим яркое, и как-то и все, и все вот это яркое распространяем, присваиваем вот это свойство яркости всему окружению, всему каким-то теневым, полутеневым. На самом деле, если присмотреться, там далеко не так все, не так просто. Вот, много вот этих спокойных оттенков, о чем я, вот что меня зацепила эта мысль, то, что вот перемешивание вот такое, вот оно тоже важно. Такое еще более снижение, снижение насыщенности второстепенных каких-то моментов. Кисть прокручиваем, смотрите, чтобы не было одинакового, одинакового этого. Мозок, чтобы не одинаковый был, чтобы он был разнообразный, и кисти под углом держим, и давление разное, чтобы все было разнообразным. Так, домик-домик. Так, крыша какая-нибудь. Ну, пока пускай вот такая побудет, теневые у нас серенькие, дерево сухое, как и земля, тоже серое, иногда холодное серое, но чаще такая нейтральная или теплая серость в дереве, в старом дереве. Часто холодным отдает, если в тени, зеленым часто, зеленые оттенки в дерево, из-за присутствующей... Как это называется? Моха там замшилась всякая... Вспоминаю оттенки, вот эти какие, я там часто писал это дерево... Серое, серое, серое плюс охра, серое плюс голубое, серое, серо-розовое бывает... Ну, как правило, серое плюс охра, серое плюс лимонка часто бывает на солнце, вот такое это дает сереньким, серо-зеленым. Зеленый оттенок появляется... Так... По контрастному здесь... И тоже сравниваем, прищуриваемся, сравниваем, чтобы вот эта теневая не спорила с ближней тенью. Так, горизонт у нас выше крыши, то есть мы стоим над этим сыральчиком, поэтому конек уходит вверх, немножко вверх. И вот этот подрез тоже, он будет еще более выходить в одну точку выше себя. Так... Так, беру растрепанную кисточку, не растрепанную, а порезанную. Я уже во многих видео говорил, как это делать. Филировочными ножницами старая мягкая кисть, которую уже нужно выбросить, режется вот так вот, случайным таким образом. Она еще очень много может делать. Она очень красиво и растушевывает, и травку мы ее будем рисовать, и... Ну, в данном случае я ее взял для растушевки не такой вот, чтобы сделала, например, мягкая кисть какая-нибудь. То есть она бы так очень конкретно касание бы ее растушевала. А здесь она делает полосочками, микрополосочками. То есть эта растушевка, соответственно, становится оптической, не механической. Вот кто понимает и не хочет останавливаться на этом. Ну, то есть она, полоски вот эти, получается оптическое смешение в такого рода миксировании краски. Вот. Иногда нужно оптическое там размазать мягкой кисточкой. Ну, вот в данном случае я делаю это вот так. Так, чуть-чуть нужно еще, вижу, высветлить крышу. Там она посветлее, тонально поярче. Так, ну и потом поправим, посмотрим, что нужно будет. Так, вот та же кисточка. Вот мелкие детали можно ей прописывать, прям брать отсюда вот что-то такое. Все пока что очень такое акварельное. Посмотрим, может даже этот эффект и буду подчеркивать. Так, к небу опять возвращаюсь. Берем новую тряпку, чтобы не замазать. Так, отмываем вот так. Всегда хочу вот так вот отмывать. Самое оптимальное мытье. Так. Вот здесь уже механическое смешение такое. Не. Не. Так, грязь. Что-то грязные кисточки. Да, кстати, иногда грязь перебить очень долго. Вот, например, зеленый оттенок, травяная там застряла внутри. Как ты ее не вымывай, вот она сидит и сидит. Вот там полстакана этой жидкости потратишь, все равно будет. Часто рациональнее взять какую-нибудь противоположную краску, например, или красненькие, или вот просто белила. И белилами перемолотить эту зелень. Это будет и дешевле, и экономичнее по времени, и рациональнее. То есть вот я половинку сейчас замазал белилами, и все, вот эту зелень особо не полезет. Так, небо. Пока оно вяленькое, сейчас я буду попробовать делать характер ему, сделать какой-нибудь. Наверное, помельче кисть возьму. Вот та же история, черное что-то я вчера рисовал. Трудно отмыть. Вот так мыть нельзя, конечно, вы понимаете, иначе грязная будет жидкость. Можно взять, перебить, взять желтое, взять белое. Вот так. Отжать немножко можно еще раз, и все вот. То есть вот такое мытье, даже оно более рационально. Так. Что-то вот такое, полосу еще желтую. Оранжевое что-нибудь. Вечернее. Вечером там всякие чудеса бывают в небе, там небо это калейдоскоп, особенно вечером. Или перед грозой всегда оно такое необычное, неповторимое. Ага. Вот, чувствую, ложится вот этот цвет. Да. И вот эту дырку замазываю, поскольку я забыл. Закрасить. Вот если будете, кто-то возьмется повторять именно эту работу, вы не совсем не страдайте перфектонизмом, не повторяйте эти оттенки. Они могут быть здорово другими. Главное не замучить, не замучить, грубо говоря, оттенки. Вот второе повторение, второе исправление на участке еще как-то терпит. В идеале вообще в одно касание что-то сделать и все, и не трогать. А второе еще терпит. Уже третье все, как правило, грязь. Или отмывать нужно заново переделать. Когда уже три, четыре, пять раз там касаешься, проходишь по одному месту, это очень часто загрязняет участок. Так что не относитесь к работе как к черновику, хотя все можно смыть, но тем не менее более-менее с ответственностью нужно подходить. так что-то вот я такое сочиняю. Так... Так... ... ... ... ... ... ... ... ... Смотрите продолжение в следующей серии. Фиолетовый попробую как. Так, вот хорошо фиолетовый принимает. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Не знаю, нужен ли этот эффект или нет, но это так. Когда низ именно светлее, чем вверх, теневые, тогда этот эффект создает. Так, можно какой-нибудь светлый тон взять уже по верхушкам. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Пускай будет справа. Так, и мы стихинчик в помощь что-нибудь нарисовали и подразрушили, точнее усложнили вот эти вот простые мазки, немножко так можно разрушить. Продолжение следует... Так, вот так тоже хорошо пройтись. По сути это маленькая веерная кисть, ну не веерная, но такая вот веерная, у меня есть веерная, но у нее уж очень жесткие, именно для вот этой задачи. Так, ладно, пока оставлю вот эту часть в таком состоянии, мне пока не нравится, но потом, когда здесь все объяснится, там станет ясно, чего не хватает этому месту, куда его толкнуть, в какую сторону. Так, вот здесь тоже грязно-голубой просится немножко вот сюда, в теневые. Так, вот эту дырку забить. Так, вот здесь. Так, вот здесь. Так, вот здесь. Так, вот здесь. Продолжение следует... 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 Стожок на палочке часто на доску собирают и потом еще вот так при прижимают. Дальше. По дорожке можно походить чуть-чуть. Дорожка у нас вогнутая, поэтому она, ну как правило, от колея немножко вогнутая, поскольку у нас с левой стороны более теплое что-то, левую сторону делаем теплее, левую сторону колеи, каждая из двух, бывает из трех, чуть светлее, но незначительно. Если солнце прямое не падает, то немножко это делаем. А правую сторону холодным, но не цветным, конечно. Хотя никаких запретов нету на полноцветие. кто как пишет, у кого какой темперамент. Так, посветлее, подбираю. Особенно я замечал, на мастер-классы ко мне приходят, если девушка южная, Дагестан, там, я не знаю, что Азербайджан, Армения, все это ярко, все это очень ярко, предельно ярко, и иногда это хорошо. То есть, вот смотрите, холоднее и темнее, чем в этой стране. Незначительно, чуть-чуть. Значит, тогда будет слишком глубокая колея, эффект тоже не очень нужен. Так, так, так. Вот цвет хороший, чуть-чуть его сюда, завожу сюда. Даже вот сюда. Так. Вот тут серая краска осталась у меня, также вчерашняя. Так, вот здесь, кстати, тоже очень полезно. Вот такая вот кисть. То есть, рисование такими черточками, не мазком, а вот с деталями. Вот оно усложняет. Сейчас можно травку попробовать этим способом. Уже нет. Что делать? Смотрите. ножницы филировочные продаются у метро по 300 рублей везде продаются не обязательно хорошие покупать у меня хорошие, у меня дочка меня стригла, забыла они ей сейчас вроде как не нужны я ими потихоньку пользуюсь порезал много-много кисточек старых сейчас прям хорошо они такие, ну я уже где-то рассказывал они продаются в магазине, но они очень уж симметрично вырезаны нету какой-то случайности которая очень важна так, тут у меня теневое будут холодные оттенки случайность, которые нужны в природе, то есть чтоб не считывался вот эта механистичность так, пробую оттенки разные это 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 Так, я тут замородку не забываю. Теневые, которые у нас набраны, здесь мне немножко не хватает, но я попробую, может и хватит. Не забиваем, то есть она должна проглядывать в этом воздушном мазке. Тут можно, кстати, когда площади большие, можно использовать строительную кисть. Вот какой-то почти невнятно серый, и то ложится хорошо. То есть аккуратно, с яркостью, с насыщенностью точнее. Часто трава бывает, когда лето уже такое немолодое, то есть уже недалеко от весны. Так, хорошо, сейчас отошел, глянул, немножко была темноватая экспозиция на камере. Так вот, продолжаю. О чем я говорил, на чем осталось, я не помню. Ну вот, спокойные краски. Серенькие, не очень. Насыщенные. Вот так набиваю оттенок. Набивать можно сразу, брать на кисточку один цвет, на один участок второй цвет, на второй. Чтобы сразу уже какой-то был сорт травы, что ли, получился. Такое часто бывает. Вот можно вот так взять на палитре. Раз, два, три, попробовать уточнить. Так, сейчас я возьму какую-нибудь другую. Вот такая. Вот, видно или нет, сразу же травка получается со светлым верхом. Так, фиолетовая. Это у меня как-то получается, само собой, бугор в теневой. А там будет свет солнечный. Поэтому тут преимущественно или серые, или холодные краски. Голубоватые, зеленые, фиолетовые. Так. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но не через лимонку, а через более теплую краску, не такую холодную, как лимонка... Продолжение следует... Тут не трудно соорудить цвет яркий, насыщенный, но не всегда нужен, хоть это и солнце, но... Чтоб не попадало как-то из естественности какой-то... Продолжение следует... Еще что-то еще помещается... По центру как-то не очень хорошо... Композиционно такое большое расстояние... Надо подумать... Что-то может там деревню нарисовать... Ну точно... Сток тут лишний будет... Явно лишнее... Вот какая-нибудь деревушка... Деревушка в плане намека на деревушку... Берем плоскую кисточку... Берем что-то теплое... Берем муштабель... Да, кстати, у меня в продаже появились маленькие муштабели, микромуштабели... Сейчас я вам покажу... Ай ладно, неохота вздавать... С привязанным микрофоном... В общем... Вот это малый муштабель... Вот он... Большой достаточно... А есть микро... Вот для таких размеров... Вообще шикарно сделано... Очень качество хорошее... Так что заходите на сайт... Смотрите информацию... Так... Вот пару крыш... Пару каких-то... Вообще вы знаете... Тут скорее холодный оттенок будет... Все-таки теневое что-то... Боковой свет... Пускай будет оттенение... Пару крыш... Затененных... Не теплых, а холодных... Набельные сп privили... И то время... Амельных спи... Это... Продолжение следует... Вот какой-то вообще странный цвет, какой-то розовый. Вот в дальних деревьях, ну, как-то вроде как и не фальшивит, почему бы нет. Мало ли что там, как там из-под тучи что-то ударил свет, где-то отразился. Где-то... Продолжение следует... Так... 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 Что-то ищем... Так... 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 может быть, но не в создаваемых условиях вот здесь может поэтому гасим исправляем опять же, вот этот серо-голубой оттенок в светленький применяем вот здесь по идее, от солнца, если оно справа где-то небо должно охладнеть и темнеть на расстоянии зная это, можно попробовать немножко охладить левый участок неба но не обязательно, бывают исключения полное исключения вот здесь тоже откровенно желтая с белилами ну не с белилами, а с вот этим колером как всегда много делаю колера белил, точнее ошибаюсь не привык к маленьким размерам привык к большим площадям все время делаю с запасом как-то неосознанно так вот небесных дырочек можно вот так вот между деревьями ну якобы там деревья какие-то такого не очень дальнего плана тут можно если световой, можно выпуклой работать постузно даже хорошо так Так. Так. Вот этот участок неба меня более-менее устраивает. Я сейчас попробую поднять дерево. Так. Вспоминаю, как я его набирал через синий. Так. Перебор. Слишком темно. Вот здесь вот. Мазочек. Всегда поправку делаем на освещение. Кстати, я забыл лампу включить. Я не знаю, что там видно. Я попробую сейчас светильник включить. Если светло, а у меня достаточно светло, у окна работает, то теневые не должны быть очень темными. Они должны быть чуть-чуть разбеленными. Потому что в обычном освещении, при экспонировании в обычных условиях на стене в комнате, вот эти слишком темные пятна могут быть прям провалами, черными. Внимательно к этому. Я вот так обычно загибаю немножко полотно и смотрю, чтобы тень не зачернилась. Но тут такого нет. Вот. То есть вот при таком положении количество света небольшое, меньшее становится на поверхность полотна. И тем самым можно проверить. Так. Находим нужный цвет зелени. световой, не ярко-зеленый. Можно вообще не зеленый, можно красный. Часто бывают и красные деревья в живописи. Зеленое дерево решено как красное. Правда и тень должна соответствовать немножко с красным. Вот это дерево я чуть-чуть попробую краснинки добавить. Так. Смотрим форму, чтобы не повторялось. Два. Подобное с подобным всегда сравнивается при, ну, мозгом при просмотре, так сказать. То есть дерево будет сравниваться с деревом. Не со столом, не с травой, не с домом, а именно между собой. Два активных. И причем не с этими деревьями, а вот это с этим. Они должны быть разные. Желательно по форме, по размеру, по цвету, по... И по другим параметрам желательно. По сорту тоже. Тут елка, тут береза. Так, окись хрома. Перебираем разные варианты. Перебираю. Вот, опять же, повторяю, вот как мой анализ... Ну, не анализ, но вот как я работаю. Перебираю и смотрю, вот пока мешаю. Вот он цвет. Ну, такой, да, интересный цвет. Посмотрю, где его можно... Вот, скорее, в стоге можно применить. Вот сюда. Хороший. Теплый какой-то... Тепло-коричневый. С зеленым оттенком. Где еще, если осталась краска, где еще его? На кисти. Где еще его можно подсунуть? Усилить контраст хочется на стоге сена. Вот сено, стог сена из головы как бы. Цвет такой не очень очевидно, трудновато взять. А, дальник, 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 что-то мне... Пока он не нравится, сейчас попробуем что-нибудь поделать. Поехали. 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 Вот, уже лучше. Не такой вялый охрист, а немножко с характером зеленый. Чуть потемнее Это трудно назвать зеленым Это такой какой-то Светло-светло-оливковый Тепло-оливковый Тепло-оливковый Так, вот эта линия не должна быть ровной Обязательно стараемся ломать Такие большие линии Большие изгибы Чтобы они были с характером Если забыть, можно так-так раз подчеркнуть Будет вот тут вялая линия И вот тут повториться Немножко разбить Вообще полезно перебивать планы Очень полезно Есть такая возможность Вот этот план взять, поднять Связать его с дальним Через вот этот А это дерево с этим Это вообще вывести То есть, ну вот Таким способом связываются планы Жилопись как бы сшиваются в одно целое Так, что тут еще придумать О, какой серый Смотрите, абсолютно серый А вот что-то прям ложится сюда Почему так Красненькая Прям просится красная Там, где зеленая Даже этот угол И забивать не буду Пускай он такой остается Знаешь Вот красный просит Не знаю, как вам это объяснить Просит вместо красного Если есть такая возможность Берем А будь рисовали мы бы С цветного образца У нас бы и мысли Такой бы не возникло Вы бы рисовали там зеленый куст Ну, я посмотрю Какое там что-то У нас в итоге Я покажу, конечно Как там Сравню, что у нас С чего мы рисовали Что получилось Может там еще красивее Ну По крайней мере Там бы диктовало нам Очень сильно Здесь нам диктует Только наш вкус Наш Наш Жизненный опыт Наша Насмотренность В данном случае Пейзажной живописи В общем, кто во что Гораст Тот может Создавать свое В принципе Это и есть По сути Почти Творчество Такое Настоящее То есть Это не срисовка По фотографии А уже Как бы Элемент творчества То есть Ты уже Привносишь Абсолютно Своё 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 Мира Так сказать Мира ощущения Что ли Как-то Опыт жизненный На Свои оттенки Кто-то теплый Любит Кто-то холодный Чаще Теплый Любит Свои сочетания Кто-то контрастные Кто-то Спокойные Я люблю Спокойные Теплые На данном этапе Может что-то изменится Пока Вот такие вот Теплые Но не максимально Теплые Когда-то одно время Я вообще максимально Тепло рисовал Прямо горячо Горячие подложки Горячие краски Не столько горячие Сколько исключение Холодных оттенков Менял на серые На серо-зеленые Так Тут если солнце На дорожке Она будет светиться Больше чем трава Тут трава у нас светится Дорожка почему-то Отстает Вот так будет Охра Или сиена И вот так вот Разбили Уже без серого оттенка Хотя можно Легкий серый Тоже Дать Так Так Могик Дальше Отстee Дальше Горячие Теп intuition Отстанавливаюсь Субтитры сделал DimaTorzok Стволы не коричневые, стволы почти всегда серые, гляньте в окно, посмотрите, если солнышко, не солнышко, не важно, почти всегда серые, серо-коричневые, серо-зеленые, серые на солнце бывают желтые, светло-коричневые, оранжевые такие. Так, тоже забор еще будет красивый, он тут сошьет немножко вот эти все пространства. Так. Так, вот там разнообразить нужно немножко. Сошьет немножко. Так. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Такой серый... Точнее, ну, берем черный, делаем серый, добавляем чего-нибудь розового или хинокридона. Получается красивый фиолетовый, спокойный, для теневых очень хорошо. А, да, так вот я там начал говорить, не договорил. Лето, когда оно уже далеко от весны, как бы вторая половина, зелень, она не яркая становится, это вы должны подмечать. И она серая становится часто, от пыли, от времени, от такая серая, красная серая какая-то. Вот часто берешь серую краску, и она идеально подходит... Серо-зеленая, например. Зеленая, но преимущественно серая. То есть не зеленая с серым оттенком, а именно серо-зеленая. То есть больше серого и слегка зеленого. Обратите на это внимание, особенно это в августе очень заметно. Вот, это спокойный фиолетовый. Очень надеюсь, что камера берет. Ну, камера, конечно, она берет процентов на 70, может, оттенков оставить. Тонкие оттенки не берет камера. Камера у меня неплохая, но ей как-то нужно уметь настраивать, я не умею. Что так пробую, что так пробую все время. Что на автомате, что вручном, какая-то ерунда получается по цвету. То засвечивают, то еще что-то. Так. Так, так, так. Вот, очень неочевидные краски. Вот они неочевидные, они странноватые. А вот такие краски-то и делают живопись. Делают интересные живописи. Делают ее парадоксально. И очень часто вот за хорошую живопись. Проанализируйте то, что вам нравится. Например, если, ну, касаемо пейзажа. Возьмите и посмотрите, насколько зеленая та же трава у художника. Насколько голубое небо. Часто бывает, что совсем не голубое и не зеленое. Что-то зеленое, а рядом подчиненные какие-то очень спокойные оттенки. Серые, еще какие-то. Вот даже зеленые оттенки, серо-зелененькие, и траву в эту дорожку пошли. 繼續 сxico. Игорь Негода. так боюсь затянется фильм резать его наверное не буду сказать как есть меня не охота резать просто времени нет монтировать залью как есть может самые куски по вырезаю когда курьера там и так далее а вы уж мотайте мотайте по кусочкам даже вот этот серый вот смотрите в траву зашел ну надеюсь камера берет очень вот прям хорошо снял очередность вот этого желтого снял так это Для диапазона цвета тоже можно и зеленого, пару мазочков, насыщенно зеленого в тень, даже вплоть до изумрудки, найти пару мазочков. Тут уже не нужно. О, как хорошо, такой спокойный оранжевый зашел. Смотрите, не тиражируем, раз, два, где-нибудь раз и все, пожалели цвет. Как бы нам не нравился, но вот оставили немножко. Это оставит его ценность. Так, вот здесь какая-то травка, я не помню это название, такая интересная. Может ее попробовать как-то имитировать. Связываем планы. Вот здесь мне нравится такое спокойное подразмытие. Чуть-чуть жестким его связываем. Жестким, ну, жестким контрастным, я имею в виду. Немножко тени не хватает вот здесь, но я не буду уже переделывать. Пускай будет легкая теневая. Так, дерево немножко. Подбираем, вот раз, касание осмотрим, уточняем. Так, дерево немножко закончил. Сняли. Так, и все-таки я сейчас, наверное, прервусь съемку. Я не знаю, просто очень тяжелый фильм получится. И по весу, и по... Я чуть-чуть включусь, попозже там заборчик сделаю немножко. Сейчас пока просто с деталями ничего нового не будет. Детальки поработаю. Так что, с вашего позволения. Так, наш эксперимент подходит к завершению. Прошло еще минут двадцать, двадцать пять, наверное. Я смягчил немножко жесткость. Я одел очки, посмотрел, что жестко достаточно. Немножко потекал вот так какие-то цветочки. Да и все. Пару деталей. Заборчик какой-то. Вот. В принципе, мне уже надоело. Я и вам советую. Когда работа надоедает, нужно прекращать. Или на следующий день с энергией, но не забивать ее, не замучивать. Это всегда не очень хорошо. Это только профессионалы умеют напрячься, собрать силы, волю в кулак. И если это нужно, вытягивать что-то вот без удовольствия, но на то он и профессионал, что работает. Ладно, я не об этом. В общем, заканчиваю. Все тут более-менее меня устраивает. Так, вот единственное, стажок сена чуть-чуть немножко плоский. Все, вот цвет не могу вспомнить сена. Точнее, цвет я помню, но нужно подобрать, чтобы подходил ко всему вот этому. Так. Ну и ладно. Может я еще трону, там завтра будет она такая свеженькая, я буду рисовать, пару минут найду. Ну вряд ли. Тоже не люблю все вот эти дописки. Меня все это устраивает. Итак, что же было в оригинале? Барабанная дробь. Править, вернуть. Коридина. О, хорошо было. А, она же перевернута. Сейчас я ее переверну как была. Ну-ка. Тоже хорошо. До утра. Так, у меня тут прям вечер какой-то, то ли солнце. Тоже сдержанные. Хорошие краски. Я люблю такие краски. Вот. Ну, в общем, получилось вот так. Ничто на меня не давило. У меня получилось по-своему. Это по-своему. Путь передо мной. Вот это вот. Примерно то же самое было. Были бы вот такие состояния. Не знаю, что лучше. У меня и так нравится, и так нравится. Так что вот такой эксперимент. Берите на заметку. Попробуйте. Очень рекомендую. Особенно натурозависимых. Которые очень зависимы от натуры. Такого рода упражнения. Они более-неволее заставляют как-то творить, то есть придумывать, сочинять. А это художнику очень такое свойство нужное. Ну, вот. В общем, все. На сегодня все. Всего хорошего. Удачи. До свидания. Счастливо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...